Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». Сейчас раннее утро воскресенья. У большинства будет очень неплохой день. Можно подольше поспать, устроить себе шопинг, маленькое свидание, сходить с ребенком в кафе или с девушкой в кино. Но будут и те, кому именно сегодня понадобится скорая, жизненно необходимая помощь. Я познакомлю вас с людьми, которые выезжают на помощь. Город еще спит. За каждым зажженным окном своя маленькая история. Здесь, возможно, готовят вкусный завтрак. А там тревожно ходят по комнате в ожидании звонка в дверь. Близкому человеку стало плохо. К вам едет реанимация. Пожалуйста. Реанимационная бригада скорой помощи – это своеобразный медицинский спецназ. Врачи-два фельдшера понимают друг друга без слов. Реанимационная скорая отличается от других, что мы в первую очередь обслуживаем дорожно-транспортные происшествия, чрезвычайные ситуации, пожары, наводнения, утопления. То есть экстренные вызовы, когда необходимо быстро среагировать и оказать помощь. Разница чувствуется в том, что выполнение манипуляций больше, чем в линейной бригаде. Допустим, ножевое ранение. Здесь жизнь человека идет на минуты, не на часы. Здесь надо быстрее доехать, быстро оказать помощь и быстро госпитализировать больного. Любая, любая задержка чревата тяжелыми и, так сказать, неисправимыми последствиями. Миновав дорожные пробки, бригада медиков быстро приезжает на место. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Сетёпа Александр Николаевич. Александр Николаевич, что с вами случилось? Рассказывайте. Кардиограмма после инфаркта, мне кажется, повторно стукнула. Утром встал, прекрасно все было. С собой все необходимое для оказания экстренной помощи. Если не станет лучше, придется везти в больницу. Все не разговаривали. Снимаем кардиограмму. В данном случае у нас есть кардиограмма для сравнения. И по этой кардиограмме мы уже можем видеть улучшение или ухудшение состояния больного по электрокардиограмме. Медиков часто незаслуженно упрекают в малодушии. То долго ехали, то недолечили. А ведь они даже выносить больного в машину скорой помощи по закону сами не обязаны. Это должны делать родные или соседи. Вот и больной тревожно спрашивает. А кто меня отсюда принесет? Ну, как-нибудь я спущу. Не надо, не надо. Не надо рисковать. Ни в коем случае. Так как у нас у больного давление снижено, мы сейчас ему поставим капельницу. Здесь у нас термостат, в котором растворы всегда у нас подогреваются. Каждого пациента отвозят в больницу согласно прописке. Железнодорожный район относится к кардиодиспансеру. Московский едет в областную Канищевскую больницу. Октябрьский – в 11-ю. Геранюран первый поедет в кардиодиспансер. Первый ест. В реанимобиле без преувеличения есть необходимое оборудование на все случаи жизни. Например, только за эту смену им придется выехать и на аварию, и к молодому человеку, у которого после интоксикации нафтезином наступил анафилактический шок, и на огнестрел пациента ранилой травматики в живот. Дефибриллятор у нас работает как от сети, так и от батареи. То есть он у нас съемный. Мы берем его и на адреса, и здесь оказываем помощь по необходимости. Также у нас есть аппарат искусственной вентиляции легких ИВЛ. Вот у нас Карина. Аппарат экстренной подачи кислорода в случае нехватки или сильной одышки. Монитор для того, чтобы увидеть работу сердца в динамике. Капельницы, растворы, шины, небулазер, который необходим для поддержания дыхания при бронхообструкции, баллон кислорода. Ситуации разные бывают. Бывают и массивные кровотечения, и разорванные мышцы, фасции и так далее. Да, мы себя психологически настраиваем, что в первую очередь мы должны оказать помощь. Мы – врачи. Нашего больного уже встречают в пункте назначения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз, два, три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все руку не вгибать. Голову положите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очередной вызов может поступить и в дороге. Одни диспетчеры принимают телефонные звонки от населения, другие координируют бригады скорой помощи. Если адрес криминальный, то вызов дублируется сотрудникам полиции. Изнутри это похоже на улик, где каждый занят своим важным делом. 29. Вам будет 11-я больница, приемный покой. Фамилия Федосова, перевозка в БСМП, холецистит. Номер 136, 42, 29 минут. 29. Когда бригада возвращается с адреса, то у каждой бригады есть номерок. Мы его ставим вот на это окно. Номерок с двух сторон. Диспетчер видит, что бригада приехала, мы его поставим. Диспетчер по компьютеру отметит, что бригада на месте и то, что она свободна. На верхней полке реанимационные бригады, на второй линейные, третью занимают кардиологические. Дальше идут специализированные – психиатрическое, гинекологическое, детское и хирургическое. Бывает, что в сутки они успевают посетить до 650 адресов. Оказали помощь и зарасходовали лекарственные средства. У нас есть амбулатория, окошечко, мы туда подходим и там пополняем свою сумку. Люди болеют в любое время. День на день не приходится. Но опытные врачи и фельдшеры скорой помощи знают, чем праздники отличаются от будней. Хотят жениться мобильствами покончать, особенно к концу недели. А также наркотики. Ну, сегодня выходной. Подождите, сейчас вот к вечеру все поприезжают. Из деревень с отдыха и начнется. Вечером очень будет много вызов. И бывают такие случаи, когда действительно вызывают мамы, вызывают родственники пожилым, опять людям. Когда волнуются за них, они не берут трубку. Человек пожилой живет один, и вдруг он не отвечает на звонок. Конечно, в первую очередь родственники думают, что что-то произошло. Елена Маркова с желанием помогать людям не расстается с пяти лет. Потом уже и неудобно было отказываться, шутит она. На ее удачу тогда в Рязани появились первые медклассы в школах. Когда меня спрашивали маленькой, кем я буду, я всегда отвечала, буду врачом. Ее напарница Ольга Ивановна помогает людям более 30 лет. Из них треть прошла в детской реанимационной бригаде. Когда встал вопрос о профессии, я подумала, что я пойду в медучилище, а потом, когда вырасту, может быть, даже пойду в МЧС или куда-то в такую сферу, чтобы быть на переднем плане. В любое время суток она брала свой чемоданчик и бесстрашно бежала к самолету. Ко многим больным в район приходилось вылетать из Турлатова. Был случай в области, который запомнился на всю жизнь. В Кадамский район прилетели на самолете. Там ребенок упал с мостика в реку и находился под водой более пяти минут. И когда его извлекли из воды, то он находился в реанимационном отделении, заинтубированном на искусственной вентиляции легких, а сердце у этого ребенка билось. И вот нам его пришлось везти на самолете, заинтубированного на кислороде, привезти в 11-ю городскую больницу. А через сутки, когда я приехала в эту больницу, этот ребенок, ему было 5 лет, он уже читал стихи. Чего им не занимать, так это терпение. Они лечат, успокаивают, иногда уговаривают. В шоковом состоянии, если это ЧП, пациенты могут быть настроены враждебно. Но ни на одну секунду не допускают мысли, что однажды променяют свою профессию на другую. А их оперативность зависит и от нас с вами. Когда мы уступаем автомобилю скорой помощи, который спешит к очередному больному. Субтитры подогнал «Симон»!